В точку А, но здесь абсолютно идеальная практически стрельба со стороны команды X-Triket И в итоге Саня последний С бомбой за плечами, но при этом уже понимает, что выходить дальше, наверное, смысла нет Потому что там абсолютно все игроки Дефинца на сайте присутствуют В итоге разворачиваются финны и будет, ну, по большой дуге, скорее всего, обходить карту И продвигаться по направлению B-Plant A Там вроде как стоит сейчас Боруп в зигзаге и ждет выхода с коннектора Но Саня вот ждет поджим спины, которого не происходит Трикеты просто-напросто стоят Ну, я так понимаю, два в сайте А стоит, один на девятке Хотя тут до конца непонятно, в принципе, где находится фриз Но склоняюсь к тому, что да, скорее всего, на девятке И вот сейчас, например, он передвигается к своим тиммейтам в точку А Либо наоборот не спускается, да, он не спускается И тут два зайца-попрыгальчика на точке А скачут в прочейке всех возможных позиций Ну все, уже Саня здесь спалился Есть первая голова, 13 секунд нужно забирать еще и второго Сейчас по-хорошему нет, получается этого все-таки сделать В итоге пистолетный раунд входит в пользу Датчан сейчас 1-0, 1-0 пока что И действительно, кстати говоря, ну Пент вроде как форма довольно-таки неплохая И абсолютно со всеми тир-два командами они играют хорошо Но может быть, не знаю, те люди, которые делали ставки Они просто-напросто руководствовались тем, что Экстрикет просто Ну, у них большой лустрик У них большой лустрик сейчас, ну, наверное, встреч 5-6 Они уже подряд проиграли Но суть в том, что эти поражения были все на грани То есть, по сути, где-то там на допах проиграли Где-то три карты было сыграно И там также допы какие-то были И, ну вот, как вчера, допустим, против Рэдов На Трейне допы и выигранная карта в итоге именно ими была Ну, если бы не Трейн, конечно, я думаю, на Коблстоне было бы все Иначе, ну, там действительно шикарнейшая встреча Обязательно посмотрите на нашем YouTube-канале воды Потому что там, ну, матч, конечно, был невероятный просто Что ж, второй раунд, второй раунд Форсбай от Пента сейчас Под флешку пытался бы рупикнуть монстр Но здесь затаились абсолютно все игроки команды Пента Лишь один Innocent сейчас соорудует возле туалетов И ждет, возможно, кого-то из своих соперников Хотя, ну, на него, по-моему, выходить никто не собирается сейчас Пимп, нет, все-таки нашел там Innocent Но, тем не менее, здесь никакие силы защиты не сдвинулись Ой-ой-ой, бау-руб не успевает просто-напросто уйти К своим тиммейтам В итоге погибает уверенный хэдшот от ХС И, в конечном счете, тут еще и бомбу поставит Сейчас команда Пента пытка задавить воду Но здесь три ствола просто по направлению нашивает В конечном счете, ой-ой-ой, два минуса Сделали все-таки, нет, ну, дальше дело уже не пошло Пимп, Хюнден делают два завершающих минуса И второй раунд за командой X-Tricket сейчас Да, кстати, Пимп играет сейчас в роли стенд-ина В команде X-Tricket, не знаю, надолго ли Заменяет он EZ-Tag Вообще-то слухи уже там ходят EZ-Tag, NJ, VALDE Все, там мега новая датская команда какая-то будет Новая организация Да и, в принципе, сами X-Tricket уже нуждаются в новой организации Потому что, ну, видимо, они отказались от своей Судя по новостям и в какой форме Это было все изложено Потому что трикиды потеряли свой состав А не состав Потерял организацию Ну и 2-0 пока что Кстати, Force Buy вновь делает команда Пента Там, в принципе, два игрока у датчан оставалось в живых Поэтому понимаю, что Если, в принципе, обыграют сейчас Обыграют сейчас, то увидят противника на 2-X, скорее всего Crystal, кстати, играет с Desert Eagle, чтобы наверняка В принципе, даже в случае проигрыша в этом раунде Он смог бы после экономического взять снайперскую винтовку в руки И уже непосредственно с ней играть полноценный Двайсный Ну что, 30 секунд спустя Пока что ни единого контакта На центр поджимать датчане не выходили В итоге Пента после небольшого холда Начинает движение свое по направлению к длине Тут работает Crystal, кстати, с тем же самым Desert Eagle На пару с ХС И на центом будут продвигаться вдоль длины По точке B пока что Жен там, по-моему, пытается стреляться Либо кто-то пытается что-то прострелить Но звуки по всей карте, по крайней мере, распространяются Эти звуки вообще к калашнику Так что Ну, может быть, Саня, скорее всего, коннектор там немножко буйствовал Так, но Фрес вроде как сейчас Crystal заметил Тут вроде пропрыгивал И информацию им тиммейтам Тиммейтам отправили Так, ну вот медленно, медленно, но уверенно Пока что Пента выдвигается по направлению планта А Ой-ой, пимп Все-таки нашел ХСа здесь В итоге уже минус первый боец В рядах команды Пента И проблема небольшая Тут 30 секунд остается Нужно уже как-то начинать свои активные действия Здесь еще и Раски-то не весь потрачен Здесь и Смок есть, и Флэшка Даже парочка Что ж, Раски-точки А Но здесь уже трое игроков Датчан, так что будет довольно-таки нелегко выйти сюда 15 секунд до конца раунда И нужно уже что-то делать Минус спасания сейчас Времени все не хватает Просто ужаснейшие тайминги сейчас для Пента Их просто напросто хоронят на подходе В итоге за 6 секунд до конца До окончания раунда Ну, всех абсолютно Датчане здесь перестреливают 3-0 пока что Пока что 3-0 И совершенно ничего не удается команде Пента сделать Не знаю, почему так решили поздно выходить на точку Но вот в конечном счете Если у вас нет какого-то конкретного плана Если вы не уверены в себе Ну, не уверены там, где будет находиться противник У противника, особенно если остается Раскид Это вообще чревато Особенно тогда, когда там Молотовы не потрачены В начало раунда Есть, конечно, команды, которые там любят Закидывать Молотовы За защиту на первых минутах Но там, если, в принципе, противник экономический Скорее всего, по дефолту они раскидываются Там на монстра куда-нибудь На шорт раскидывается Чтобы остановить этот пуш Потому что только лишь Ну, быстрый выход сюда может последовать Только лишь Под точку Б Все-таки под точку А Здесь длина будет проверяться Центр слышится В целом, ты не заметно здесь Совершенно никак не пройдешь Но пока что экономические Отпенты Но без единого фрага заканчиваются поражением 4-0 для датчан и в конечном счете Уже попытка на полноценном девайсе Сейчас будет отыграться Кристалл должна появляться По идее снайперская винтовка сейчас Потому что играл он с дезертыглом Когда я... А, нет, смотрите-ка Все-таки калаш Повторим перекличку городов Тюмень за экстрикет Комментатор ЗБ Спасибо, Сергей Спасибо, Сергей, за ответ Да, дорогие друзья Пишите нам в твиттер Пишите сообщение с хэштегом UCStudio Можете передавать приветы Не знаю Писать какое-то свое мнение Возможно, по поводу данного матчапа Кто за кого болеет И... Ой, и хаешка такая жесткая По иноценту Ну и в целом Возможно, какие-то интересные факты у вас есть Которые вы хотите передать нам Зрителям, остальным И все можете писать Все можете писать в твиттер Хэштег UCStudio Это будет также отображено на экране трансляции Что ж, 30 секунд с ВСТА И на цену минус 90 И все Это лишь Единственный контакт Который произошел сейчас на карте Проход через Андерпасс Но здесь Никого не найдут игроки Команды Пент Хотя выдвигаются довольно-таки осторожно Что, в принципе, похвально Закид флешками банана пока что Но тут Даба Снайпер противника все-таки Не занимал позицию сэндвич Скорее всего Откидываются эти флешки Для занятия центра Так, там возле длины Есть минус ПХС А вот догонят ли сейчас фриса Фрис вдоль стеночки Вдоль стеночки И все-таки убежал Смотрите-ка, не выдвинулся за ним Довольно-таки жестко сань Но опять же боялся Скорее всего Потому что там Повторный выпад какой-то будет Его заберут Поэтому не стал рисковать Вновь попытка раскидывать точки А И вновь поздний тайминге Ловит для себя команда Пента Я не знаю, почему именно На них решает действие Возможно, ведущий раунд был Но на нем что-то не получилось Но Тут уже тоже все абсолютно захлебывается 26 секунд Проходит через туалет Единственную траекторию Где нет смока или молотова Вы хотите смока Без единой флешки Просто пимп-минус Пимп-разворот Еще один минус И Саня последний На 1-5 Саня последний 1-5 И тут, по-моему, да Его уже Закрывают Не знаю, что Вообще происходит сейчас у Пенты Опять же Я подчеркивал еще это вчера Скорее всего Потому что команды Некоторые Просто-напросто В час по центрально Европейскому времени Не привыкли играть И для них действительно Раннее время Может еще не проснулись Не разыгрались Не раскликались Не знаю Хотя Ну В одинаковых же условиях Команды, по сути То есть что датчане Что команда Пенты Несмотря на то, что там Вообще С серьезной солянкой Из разных национальностей К слову Организация немецкая А немец там, по-моему, один Кристал, если не ошибаюсь Ну да И на центр поляк Эстонец ХС И Саня с Женом Два Фина Так, Жен Погибает К слову Жене К слову Афине Погибает Он первым сейчас В андерпассе Здесь Текабай От команды Пента И Ну только лишь сейчас Смогли найти Минус насильный Боруб Пытается выкурить Молотовым Первый минус е Второй так же Ну И там еще и ХЕшка Кстати говоря И на центр где-то похоронила Экстрикеды Всего лишь один человек погиб Мы сейчас Кстати можем нажать Табуляции Просто посмотреть За последние раунды Сколько Людей погибало У Экстрикед За последние раунды Конкретно Вот сейчас После этого повтора Как раз таки Приемка от Борупа Ну в принципе Зачистка идеальная была Вот Вот Получается здесь четверо Здесь пятеро Там пятеро Здесь четверо Ну и здесь Самые первые два раунда Там можно В расчет в принципе Не брать Хотя там тоже Три-два В принципе неплохо То есть вы понимаете Что сейчас деньги серьезные На руках у Датчан И в целом Пенте Сложно будет сокращить Экономику диффенса Хотя вроде как Знаете Бай у них Стоит довольно таки много Довольно таки Серьезные деньги будут На них тратить Однако Ну пока что Пенте Своими действиями Ущерб Никакой По экономике соперника Не наносит К сожалению Для себя же То есть По сути Ни единого плюса Из раунда Ну Не удается Не удается выцепить Даже бомбу поставить Где-то возможно Где-то Дать фрагов побольше Абсолютно ничего Абсолютно ничего Надеюсь что Что-то будет меняться Если мне кажется Сейчас просто Пент опять в ноль Проиграет этот раунд То там последует Тактическая пауза Потому что с этим Надо будет что-то делать Нужно что-то менять И тут вновь Минута времени Занятия центра Сейчас 30 секунд Будет готовиться к раскиду Пытаться Пройти вновь в точку Возможно у них не получилось Ввиду того Что здесь минуса Просто были сделаны На длине И на Туалетах Со стороны соперника Ой Здесь фриз А здесь фриз ждет Смог неудачный Фриз минус По эстонцу здесь оформляет В итоге Ходит дальше Глубь в точке А Ну здесь у Пимба Просто позиция Практически идеальная Потому что Смог откинут Причем соперником Если не ошибаюсь был Ну здесь обновляется И два Опять тайминга Опять 30 секунд Опять попытка выхода И вновь У Пенты Ничего совершенно не получается Хотя вроде как Прорвали позицию Пимба Здесь Калада фриз на страже И уже под флешку Врыв Через смок Фриз В смоку Правда в него Гранд прилетел Наверное Услышали Здесь минус в сайте Ну и все Пауза почему-то Уже кристалом прописывается 10 секунд до конца раунда Здесь фриз в смоке Фриз в смоке Будет пытаться Устанавливать бомбу Сейчас Нет Все бомба не будет установлена Которые противники Также зашьют 7-0 И Ну скорее всего Тактическая пауза поступает Хотя кристал во время раунда Прямо уже нажал Ну возможно Возможно уже понял Что что-то идет не так Ну здесь фриз Забрал одного Конечно Но вот когда пробегали мимо В него прилетела граната И это Ну действительно должно было быть слышно Хотя возможно В какой-то В какой-то суете В каком-то сумбуре В тимспике Что-то обсуждали активно И потому что Ведь во время раунда Во время окончания его Когда еще Время не подошло к концу Ну прописали паузу Краснодар Деля Топим за триггетов Разбудите Ассилиона А то вчера Играл он как боженька Я так понимаю Потому что вчера У него действительно статистика Серьезная была Кстати Его выбрали По итогу Ну как вот В лучших традициях Отшел ТВ Орк Выбирает лучшего Игрока Встречи И несмотря на то Что экстрикет Прииграли Тогда Ассилион Наказался в топе Потому что он реально Ну затапливал Не на трене Не на первой карте На второй и третьей Если не ошибаюсь Зачем они выглядят лучше Если честно На ланах эти ребята Играют наравне С ТВ коллективами Я за триггет А вы Но Сильно Ну вот опять же Возвращаясь к кланам И онлайну Это такая заезженная тема То что в принципе У триггеты больше опыта И в принципе в целом Они могут себя показать Но и при этом В онлайне Они также могут Проиграть там Какими-нибудь Прайдами Я не знаю Я не хочу никаким образом Занести уровень игры Этих поляков Но тем не менее Такое возможно Когда-нибудь случится Я даже не знаю Была бы вообще история От ДНР за Икс Трикет Неплохо Неплохо Была бы вообще Такая история Когда Прайды выигрывали Трикетов Мне кажется нет Почему-то Кингвины возможно А Прайды сомневаюсь Прайды сомневаюсь Ну что ж Пента После тактической паузы Попытка Все-таки что-то изменить Попытка выхода Зашиб От Борупа Просто квадрокилл Здесь оформляют Монстры И в конечном счете Иноцент последний Остается Вроде бы Как знать Пытались отойти От этого жесткого Спрэя С Калашниковым по разные стороны длины, ну, подхода к точке B через монстр. Они вроде как разошлись, но тем не менее, Спрейс все-таки нашел абсолютно всех своих противников. И на центр последний. Вот вам тактическая пауза. По-моему, у Пента явные проблемы с оверпасом. Хотя, не знаю, ну, вот все-таки в паузе между картами, наверное, посмотрю статистику. Потому что я не ожидал, что Пента настолько жестко сейчас будет приседать. Да, тригиды вчера, конечно, молодцы были. И они в целом почти обыграли команду Редов. Команду Ред. Но все-таки, не знаю, вот 7, ну, 8-0 я такого не ожидал. Возможно, еще и 9 подъедет. Хотя это большой лустерик, в принципе, и все равно могу пытаться закупиться каждый раунд. Кстати, на центр сейчас увидел скачущего Пимпа. Ну, да, Пимп увидел также, его дал. Утимейт, в итоге парный выпад, фраг сделали, и один минус. Один минус в итоге поступил. Ну, вот, вновь вот эта статистика, да. Даже минуса не делают. Ну, я думаю, что все-таки что-то полетит мимо, однако же, ну, всех абсолютно таргетов здесь Боруп нашел. Сильно, к слову, забрали, а Фокс весь по всей месте на нем только и был. Хотя ближе стоял именно Боруп. Странно, немножко получилось. Но, так или иначе, из-за этого, возможно, ошибки. То, что Борупа не убили первым, он просто-напросто положил четверых. Что ж, Кристалл с 9-м тэком. В андерпассе уже погибает у нас польское звено команды Пента. И, в конечном счете, вот, 4 под Б стоят и ждут. Стоят и ждут таймингов, чтобы выйти отсюда. Боруп здесь уже готов на приеме с бочек. Выходить первый... Ай, здесь даже и фраг делать ему в этот раз не дают. Хотя Молотовы, ХЕшки, флешки жестко закидывают, так и жмутся. Очень плотно сейчас игроки команды Пента. Наш хэдшот по пимпу сейчас залетает. Есть шанс зацепиться за этот раунд. Вроде как перестрелка к перестрелке. Но, посмотри, на хелсбары команды Пента. Здесь один спрей положит абсолютно всех соперников, если только голову не потеряют. Датчани сейчас. Там еще один Молотов прилетел. Но заставляют двигаться, заставляют двигаться, заставляют выходить на прицел к сопернику. Команда Трикет своего оппонента. То есть, ну, получается, откинули Молотов, они начали выбегать из стороны в сторону. И вот, девятый раунд, потеряли двоих опять. Ну, тут вот, 15 тысяч, 15, 10, 15. Ну, это ненормальные, неадекватные вообще суммы на руках у команды Трикет. То есть, обычно такое, даже, ну, в Тир-2 коллективах, когда они встречаются между собой, не знаю, редко такое встретишь, чтобы вот конкретно так мало минусов делали. Особенно команда Пента. Команда Пента, которая выиграла МДЛ 24 сезона у команды Биг на лан-финале. И сейчас вот, ну, вот такая вот ситуация печальная, к сожалению. Ну что ж, пистолеты решают взять сейчас Пента. Правда, большого плюса, конечно, в этом нету. Ввиду того, что из девайсами вроде как не могли выигрывать. Ой, ну здесь Асилия, он еще в спине сейчас. Минус дали, конечно. Ну, мне такое чувство, что одним, а нет, не одним минусом, а с двумя минусами. Пока что все ограничилось. Проходу дальше на цента. Прям без бомбы уже летит точку. Десятый раунд Лейкс Трикет. Это, знаете, напоминает мне игру из Сингулярити и ЛДЛС. Тот же самый оверпасс. Тот же, та же самая ситуация. Практически тот же самый счет. Только там был 14-1 счет по окончании первой половины. Только лишь на второй в защите Сингулярити начали включаться. Может быть, здесь, конечно, сторона не лучшая. Есть ли Сибиряки на трансляции? Спрашивают нас Слава. Да, Красноярск тут. Ну, и можете, я думаю, отозваться, если здесь кто-то имеется в Твиттер или в чате. Там пофлудить немножко. Хотя не советую этого делать. Ну что ж. 10-0. 10-0 и... Опа! Кристалл нашел Фриса все-таки. Здесь на длине, кстати, первые агрессивные, по-моему, действия стороны датского снайпера были на этой карте. То есть обычно он где-то на центре стоял, где-то в точке А стоял, где-то на длине, вдалеке. А сейчас вот решил поджать, в итоге... Дэд поплатился. Хотя тут нужно, наверное, было какой-то... Ой-ой-ой, флешка вверхом, есть минус по иноценту, но размен металль... Ой-ой-ой, Хюнден! Какой крышел, сейчас заехал по кристаллу. Так 3-3. 3-3, но раунд неплохой сейчас от пенты начинается. Может быть, что-то интересное. Еще пока ждали. Пока что тут смок в сэндвиче лежит. И... ХС... Тут раскид, скорее всего, будет сейчас готовить, либо ждать поджим просто. Ну-то сильный удар, не чекает осиленно. В итоге погибает. И в конечном счете... Саня, Саня, ну, может выйти в спину. Саня, да, выход спины. Здесь, благо, Хюнден еще оказался в точке, поэтому размен поступил моментальный. Жен последний со снайперской винтовкой. И, в принципе, может быть, может быть, у него что-то здесь получится. Правда, если пойдет под базу Б, а не под А. Тут по-хорошему можно и закрыться глубоко, хотя Жен, я думаю, будет проверять каждую позицию, а не ставить наглухо бомбу. Но это было бы логично просто, потому что противник может съесть за углом, времени не так много, а, ну, в принципе, да. На шифте проверить позиции не получится физически здесь. Придется открыть гранаты. Молота в хелпу, но в банке есть еще Хюнден. И что самое обидное сейчас, то, что Жен отпускает. Здесь бомбы под шорт. Под шорт, под банан, прошу прощения. И, в конечном счете... Но здесь смог нужен. Смока нету. Есть только лишь молотов. Так, флешка. Жен не был в бланде. Молота под него. В итоге вставляет... Ой, ну они просто вот решили выкурить. Решили сделать так, чтобы он вышел с одной конкретной позиции, не мог занять другую. В итоге все-таки смогли его забрать, но раунд хотя бы был близок к тому, чтобы Пенту его забрали. Так что это 11-0, друзья мои. Это 11-0, если что, печально уж. Выделюсь, Казахстан, все еще за Пенту. Неплохо. Неплохо даже при таком счете. 11-0. Но знаете, обычно, когда болельщик приходит, поболеет свою команду, или те, кто поставил на Пенту, например, их на сайте kssport.com, например, аж 72%. Я думаю, большинство зрителей, в принципе, так же. Хотя, знаете, вот обращаясь к коэффициентам букмейерской конторы, к коэффициентам и вообще болельщикам в целом, то есть, например, на сайте TheShotTV.org можно выбирать просто так, кто победит ваше предположение, предикшн. И вот, например, вчера в матчапе MoSports North все голосовали, ну, в голосовании болели, грубо говоря, за команду MoSports, но при этом на сайте букмейерской конторы все ставили на Норс и понимали, что они, в принципе, выиграли. То есть, ну, вот яркий пример того, что болельщиков, ну, какой-то команды больше. И, в принципе, предполагать то, что по коэффициентам сейчас здесь 70% на стриме болеет за пенту, ну, довольно-таки попрометчиво, скорее всего. Что ж, 11-0 пока что. 11-0 и... Смог центр. Флешка залетает. Ну, тут наставили сместиться с банана, конечно же. Смог для подхода, а флешка также вверхом. Там вроде как есть игроки, скачут, 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 уворачиваются все-таки от пуль. Пока что никто никого не смог забрать здесь с этими прострелами. Ну, и довольно-таки плотно команда пента подошла. В принципе, смог, кстати, неплохой для того, чтобы занять близкую дистанцию, но при этом здесь еще и пим подкидывает под себя дым, потому что будет видеть ноги соперника раньше, если они будут выходить через центр в точку А. Они будут выходить через... Хотя... 30 секунд. Мне кажется, сейчас они поймут просто-напросто. Мне кажется, сейчас они поймут то, что... Ну, да, уже выход по базу Б, а здесь... Но не справляется Асилия, он не справляется... Вернее, не справляется Буруп, не справляется Асилия, но хотя Хюнден даблкил, в принципе, ситуация 2 в 2, благодаря как раз-таки товарищу Хюндену, молот офсайд. Ой-ой-ой! Фриз был, казалось бы, готов к тому, что противник уже упрыгает, и он поставит... Ну, сделает свой минус, увидеть ситуацию 2 в 1, но, тем не менее, тиммейт благо подстраховал там. Благо подстраховал. И пимп 1-2. 1-2, кстати, есть и смог, есть и молотов. Это, в принципе, неплохое было бы... Ну да, будет дифьюзить. Сейчас идут выпад. Как-то вообще ноль, урода. Это законно было сейчас? Там АХС пропрыгнул, и вообще никакого дэмэджа. Ну ладно, первый раунд для команды Пента. Неплохо на счете 11-0. Все-таки включили, забрали для себя один. Привет, Алексей, я из города Брянска села Мамоновка. Надеюсь, правильно прочитал. Болею за трикет. Всем удачи и хайпа немножечко. Неплохо там уже, я смотрю, и парники стоят, и зелень цветет кругом. Так что, в принципе, уже лето до тут дошло. О, отлично, отлично. Потому что она уже хоть где-то есть, а не там, где сейчас в некоторых городах плюс два. К сожалению, иноцен. Что ж, Бландия погибает здесь сильно. Под флешку он все-таки выходил на болото. Ну, правда, размен, правда, последовал, поэтому 4-4 не так страшно. Но вот раунды хотя бы Пента начала немного по-другому разыгрывать. Но так или иначе, максимум, что она вынесет с первой половины, это 11-4. Если вообще сможет забрать для себя четверку. В принципе, сейчас меняют свою стратегию из раунда в раунд. И в целом у них вроде как все получается. Хотя, знаете, после тактической паузы не шибко много поменялось. Поменялось все как раз таки во время самой игры. В их действиях. Но они начали, по крайней мере, в точку Б выходить. И не пытаться задавить как-то в центр. В принципе, возможно, это слабая точка, как раз таки, и удача, она и есть. Дальше неплохая на монстр. Троица тут останавливает. Правда, еще ХС с шарта выйдет. Где-то здесь все-таки, да, ворубь нашел противника на монстре. Но все, моментальные минуса в ответ. И пим последний 1-3. 1-3 киты есть, флешка есть. Там, кстати, деньги кончаются у команды X-3 кит. Тут, видимо, у пим по 2000 всего лишь на руках. Ну, я думаю, на бай еще будет. Хотя, в принципе, можно было бы, возможно, сейчас засовить девайс. Вообще, можно посмотреть, что-то по экономике у X-3 кит сейчас. После пролета этого, разумеется, было вот-вот-вот-вот. 2-3, ну, 7. Просто, если, в принципе... Ну, нет, хватит. Хватит, наверное, раздропаем. Вот у двоих игроков там по 7000 есть, поэтому... Плюс еще сейчас за раунд капнем за поражение там 1400-1900 еще в следующем. В принципе, какими-то дропами выйдут нормальный бай до конца первой половины. Ну, как нормальный. Он будет, по крайней мере. Будет... Не будет пистолетов голых на руках. И на том... На том спасибо. Ну что ж, второй раунд для Пента сейчас. 2-11, правда. Но, опять же, здесь экономику Пента тоже не сокрушить. Уже два раунда осталось всего лишь. И ничего это не изменит, если они проиграют один. Топим за Пенту. Верим в камбэк. Димитровград. Димитровград. Название городов... Я вот все поражаюсь, насколько большие просторы России, на самом деле. Вот сколько вы пишете. Здесь столько разных городов. Серьезно. Ну что ж. 14-й раунд. 14-й раунд. 5 калашей. Против двух АВП. Стороны датчан, кстати говоря. Довольно-таки эти покупки двух снайперских винтовок. Серьезно сказать, по экономике. Нашив от Хюндена прочекал ХС и поставил голову в итоге. Тут, видимо, раскид какой-то готовился. Судя по тому, что у него граната была в руке. Увидел еще Хюндена противника сейчас на болоте. Попытка нашива. Нашив прилетает в ответ. Здесь Анакша Асилион. Минус Пожена есть. На монстре, так понимаю, смог еще откидываться. Здесь добавак Асилион. Нет, второго минуса не поступает. Не успевает просто нажать на кнопку спуска. Здесь флешка на монстр. Вроде как увидел. Видели, увидели. Айбору пропустил противника. В итоге Инноцент оттуда сделает даблкил. Два в три. Два в три. Поставлена бомба. Сейчас шорт отсекли смоком. Пимп в итоге будет действовать через монстр. Тиммейт его через девятку. СВП пытается начекать кого-то в сайте. Но хорошие шансы и забрать сейчас Инноцента. Потому что он блондий и красный. И ой, ну... Все, с Инноцентом не могут справиться. А этот герой в итоге триплкилл оформляет в этом раунде. И это самая главная ошибка сейчас команды Трики. То, что они не убили его с самого начала. Потому что если бы убивали, если бы Боруб его не пропустил, то даблкилла бы он не сделал в итоге. Сайт. Пимп. Есть хэдшот первый. Там второй соперник, правда, находится в хэлпе сейчас. Они, возможно, не догадываются. Пимп. Да. Нет. Слушай, теперь, да ладно. И уже начал вроде как стрелять. Но, тем не менее, не перестрелял. У него осталось 50 хп. В итоге третий раунд для команды Пента. Возможно, и четвертый сейчас подъедет. Но не совсем... Не совсем я в этом уверен. Там, в принципе, три юмпа. Кольт и АВП. Пента, живи. Тут нужно уже хэштег, наверное, отпускать. Пента, живи. Пента, живи. Потому что тут нужно серьезно Пенте давать, ну, уверенный камбэк. 3.11. Ну, даже из четвертого возьму. Там пистолетка. В принципе, даже, кстати, если возьмут пистолетку, то все, куда бы ни шло. Но если пистолетка будет отдана сопернику, но тут совсем печально все будет тогда. Флешку выход на центр. Две размены только лишь. Да ладно, да ладно, патронов нету. Красный, красный Саня в 6 хп выжил. Как-то перенервничал сейчас Пимп серьезно. Хотя, на самом деле, вот от кого-то кого от Пимпа такого я не ожидал увидеть. И в итоге, тот погиб. Тот погиб. В двадцатке патронов не хватило ему, чтобы добрать одного соперника. Там серьезный разлет был. Так, брук. Старта. Погибает. Патроны совершенно не туда, куда-то летели вдоль корпуса соперника. И в итоге точка Б пала. Ну, вот, может быть, четвертый сейчас намечался для Пенты. В принципе, было бы неплохо. Даже если эту карту проиграют, то счет будет не такой разгромный. Опять же, как и в случае с LLC Singularity. Правда, там карта 16-6 закончилась. Но при этом Singularity всего лишь один раунд взяли за атаку на оверпассе. Силен. Проходит через карту. Но там уже ждут его. Ой-ой, флешка хорошая, кстати говоря, слепила сейчас противника. Забрал шорт. Ну, здесь... Того, что стрелял изначально. И, да, надпись, сори. Это на Сент-Граффити поставлено после этого. Пим, кстати говоря, топ-1 пока что по фраг-статуе является. Но он первое время на банане много стоял. Там фрагов делал серьезно. Серьезное количество. Более за Пент на самый эстоний город Таллин. Привет тебе, Дима. Спасибо, что... Не забываешь про наш твиттер. Потому что можно туда писать. И, да, дорогие друзья, не забывайте писать туда с хэштегом NCC Studio, чтобы попасть на экран трансляции. Пишите ваши сообщения, конечно же. Всем привет. Я из Ишима. Хочу передать привет Сергею Антонову и его бабушке Фаине Вилене. Удачи, Пента. Надеюсь, что я правильно прочитал. Потому что постоянно, скорее всего, буду коверкать фамилии или названия городов. Возможно, незнакомых. Так как впервые вижу вообще подобные. Но, так что, сильно не ругать. Что ж, 4-11. Вторая пистолетка. Сейчас X-3 переходит за сторону атаки. Пента за сторону защиты. Мерхаба. Привет из солнечной Турции. Мы сидим с друзьями, смотрим, болеем за триггетный комментатор. Он лав. Ничего себе уже в Турции 31 мая. Люди. Серьезно. Серьезно нацелены на отдохнуть. Уже не в терпевшей всей видимости было. Хотя, может быть, и живот в Турции. Такого факта тоже, кстати, не исключаю. Что может быть? Кристалл. Ой, поджим длины. Первый минус уже оформил. Выход дальше. Серьезно. Серьезно. Сколько патронов там молоко опустили сейчас на дачане. Какой-то легчайший выпад от Кристалла получился сейчас. Ну и 2 в 1 получается пока что размены эти были. Правда, как размены? Кристалл вышел, сделал два минуса. И только потом уже в два оставшиеся ствола его забрали. Ой-ой, там по иноценту. Хэдшот какой-то серьезный залетел. Два хп вот у него осталось. Допрыгался уже и решает уйти отсюда. С этой точки, возможно... А, нет, перейти просто хлпу решает. Здесь проход дальше. Силеном может быть... Пытаться забрать хс. Но вот смог, конечно, играть. Ой-ой, этот выход сейчас будет через него. Скорее всего... Выход и есть. Минус, минус 2. Это Силена. Красного он иноцент здесь также добрал. Хотя Жен, в принципе, фраг оформляет. И вот вроде 2-2 при постальной бомбе. Неплохая ситуация для трикет. А для пенты, ну, не все совсем хорошо. Киты, правда, есть у Жена со смоком. Что примечательно. Ой-ой, выпад. Да ладно, Саня. Смотрел просто на ноги. А в итоге перевел... Ну, там дефьюз-бомбы так-то. Дефьюз-бомбы. Да, бомба, козьмин дефьюз. Хотя... Хэшот вроде бы у группы получился уверенным. Второй так же. Но, тем не менее, раунд за пентой. Хотя, знаете, раунд... Могут зафорсить сейчас. Команда X-3 кит. Разрыв, в принципе, хороший. По раундам, да. Они, собственно, это и делают. Там практически все минусы в прошлом раунде делали. Если не изменяет память. Но при этом... Два пистолета, два юмпа и калаш есть у Бурупа. Но он трипл килл выдал в прошлом раунде. Так что, в принципе, может себе позволить. Ну что, семнадцатый раунд. Противник тут у команды пента, разумеется. Сейчас четыре юмпа. Фамос. Фамос уже антрефраг успел оформить. Зажался пока что на баллонах. Выход на него. Тут, ну, буквально анимации миллисекунды не хватило для того, чтобы оружие все-таки... Стало боевым... Ну, перевелось в боевое состояние. На цену, правда, благо там минус на фресе делает. И, в принципе, большинство все остается за командой пента. Но вот экстрикеты с этим, мне кажется, не готовы мириться. Они проходят пока что через коннектор. Только вот непонятно куда. Вроде как внизу и вверху. Просто осилен там внизу и вверх по лестнице где-то походит бродь. Но выход все-таки под Б, скорее всего, последует окончательно. Там, правда, есть еще и Кристал, который вроде как должен прочекивать. Да, да, прочекил. Да, прочекился Кристал. В итоге погиб от осилена. Дверь просто закрыли за собой трикеты. И уходят по направлению противоположного плента. 50 секунд до конца раунда. Вот они не играют с огнем, так как делали это пента. Они выходят на 30 секунде. Попытаясь заставить противника врасплох. Хотя вот кого-кого, а дача, например, так удивить не могли. Команда пента. Здесь, правда, в жен, кстати говоря, интересная позиция. Вот пимп ждет ли его. Пимп. Пимп все-таки погибает. Причем бомба была у него за плечами. Была бомба за плечами. Здесь тиммейты уже так же выбежали. Вот если бы он не погиб, скорее всего, что-то бы изменилось. А здесь так уже и осилен. Погибает. Боруб последний. Один в три остается. 18 секунд. Нужно давить длину. Хотя, видимо, принимает решение уйти на сейв. Здесь заметил коннектор. Да ладно, серьезно. Не прострелил до конца. Здесь противник. В итоге 32, 35 и 46 хеллспоинтов. Остается у трех оставшихся в живых игроков команды пента. И при этом раунд все-таки они выигрывают. Боруб причем попытка засевить калаш на таспауне. За ним уже выехали. Ну, нет. Тут услышал. Услышал ХС. В итоге развернулся. Поставил эту голову. 6-11, тем не менее. 6-11. Девайс один есть на руках у Боруб. Но, правда, вот... Та обидная ситуация заключается в том, что у Боруба вроде как 450 долларов есть. Но, тем не менее, за очередное поражение, сколько они получаются, ну, 3 раунда кряда дадут, поставил на выигрыш пента на первой карте. Мне уже все равно за ним проиграть. Но если так разгромно, то будет грустно. Ну, вот да, о чем я и говорил... Что? О чем я и говорил уже... О чем я и говорил, то что... Если бы они проиграли с разгромным счетом... С разгромным счетом было бы обидно просто-напросто за них. Так, в принципе, если там 16-7, 16-8, то... То ладно. Это еще куда не шло. Ну, 3-кады в атаке сейчас на своем пике. Должны все-таки показывать... Будет максимум уже на полноценный 2-й раунде. Процент. Минус первый. Минус второй. Минус третий. Четвертый почти тоже заехал. Там 2-4 хп осталось у Хюндена. И Хюнден также погибает без минуса. Обидно причем, кстати. А, нет, с минусом. Дал один фраг здесь. Правда, Калаш все равно потерял сопернику. Вот он, повторный на центр. Там действительно серьезно монсили противники. Всем привет. Топим за пента. Всем удачи. Комендатору респект. Спасибо, Тайлер. И что ж, 19-й раунд. 19-й раунд. Боруб вынужден играть с Дезертыглом. Ввиду того, что все-таки Калаш был у него в предыдущем раунде. Ну, позапрошлым засейвленный. И денег он за раунд не получил. Отмечал я то, что у него 450 долларов было на руках. Ну, и сейчас с Дезертыглом попытка что-то сделать. Что-то сделать в раунде по номерам 19. Ну, здесь 4 Калаша, благо, есть еще у датчат. Правда, Роски тоже не самый богатый. Но, тем не менее, главное вот на те же грабли, что их соперники не наступают, не выходить там на 30 секунде. В панике, когда там уже вас готовы принимать с распростертыми объятиями. Так, Анацен, Банани пока что. Слышит, слышит топот за спиной. И минус Хюнден. Минус Хюнден и на Цен. На Цен тут нет, в ответ здесь забирают. Фрага 2, кстати, здесь формляют датчане. В ответ всего лишь на 1.10. Точка топала. Здесь только сейчас Саня в хелпе находится. Вот через смок могу пытаться немножко раньше сделать выпад и сыграть. Но смог Банк, смог хелпа. И вот никто уже сюда не пройдет, кстати, незаметно-то уж точно. Что ж, 11.7. 11.7 и все еще пока что непонятно, кто же возьмет еще один раунд сверху. Что вроде 4 в 3. Бомба поставлена, смоки лежат. Деньга-то у Пента есть еще на раунд сверху. Так что, в принципе, то, что они его проиграют, не страшно. Но, может быть, еще и поборются хотя. Фрис, вот враг. Молотов на машину. Выход Джена через смоки. И здесь смогут забрать все-таки Асиль. Посмотрите-ка. Что ж, 2 в 3. Но бомба под банан. Там АВП. Два калаша. И вот сколько вы бы не кидали сюда смоков. Здесь будет нашиваться все-таки жестко. Флешка. Уверенно, здесь есть еще, возможно, минуса отца не будут. 5 секунд дифьюза. Пим погибает. Да ладно. Они все-таки раздифьюзят эту бомбу. Или же... Нееет. О, боже мой. Они ее не раздифузили. 12.7. Доля секунды не хватило, чтобы дать этот дифьюз. Но это жестко. Это жестко, серьезно. Но вот в этой ситуации я уже думал, что все, Женя здесь будет погибать. Хотя задаются в итоге соперник. Здесь еще и Саня сделал фраг. И после него как раз-таки начал дифьюзить бомбу. Благо, она вообще оказалась под рукой. И, в принципе, если немножко где-то быстрее среагировали, быстрее забрали соперника, а тогда бомба была бы раздифьюзена. А так нет, увы и ах. Для команды Пенту, для их болельщиков, они раунд проиграли. Но будет, увы и ах, если они проиграют еще и 20-й сейчас. Потому что там кристалла 5-7. Ладно, давай спринт какие-то вроде на руках умеется у Пенты. Но, тем не менее. Сейчас, ну, сложная ситуация. Саня выбил бомбу только что. Здесь кристалл, кристалл, кристалл. Нет, все-таки не смог доспрейить своего с 5-7. Соперника в итоге погиб. Хотя здесь укрепление. Серьезно, кстати говоря, туалетов здесь. Ну, первый погиб. Вот, правда, Саня, скорее всего, здесь не будет уже. Дача, хотя под флешку врыв. Да ладно, не был в плане здесь Саня. Серьезно, он успел отвернуться. Как же так получилось? Что ж за реакция невероятная у этого Фина. Что ж, Жен с ХС последние остаются. Остаются последними. И ой-ой-ой. К ним навстречу выдвигаются абсолютно все. К центру карты погибают. Двой погибает. Третий, четвертый. Пим последний. Да как же ж так получается? Вы вроде бы выходите, ожидаете этого. В итоге просто поджим спины ломает абсолютно всех дачан. Это что-то жесткое сейчас было, конечно же, в исполнении команды Пента. Я прям своим глазам сейчас не верю. Потому что, ну, вроде как вы выходите. Ну, не знаю, не готовы, видимо, были. А дальние уже те, что звено выходило, то, что с длины просто-напросто не перестреляло. Вот, ну, начало... Даже флешки не было с ямой. То есть они просто бежали, чтобы задавить противника спину. Нашли в итоге их лица. И их сломали, как говорится. Но пистолетный бай от команды Трики. Тут следующий экономический будет, кстати говоря. Так что это шанс для Пента. Главное не проиграть этот. И, в принципе, вроде как все неплохо на центре сейчас разворачиваешься. Потому что Сани дабл. Кристал фраг делает с Юмпан. Тут же его забирают. Погибают также и на центре. Но один в три остается здесь Хюндон. Отдавайся за плечами. Отдавайся за плечами. И он уже делает ноги отсюда. Бомба лежит, кстати говоря, на центре. Хотя, может быть, сейчас все-таки Сани пойдет сюда, чтобы ее прочекать. Как минимум. Сани просматривает центр. Но здесь, не знаю, что будет делать Хюндон. Возможно, ждет поджим спины. Он не поступает. Так что не угадывается, в принципе, с этим действием со стороны соперника. Флешку пик. Здесь никого также нету в углах. Хедали. Но тут на баллонах уже Сани есть. Так что... Кто-нибудь, в кого-нибудь... Да попадите уже! Боже, ты мой. 50 секунд. Хюндон мчится уже. Я в андерпасс. Здесь, по идее, должны были его слышать. Еще и смог. Ну что, все. Выход Хюндона. Наверное, гибель. 9-12. 9-12. И 10-пд тоже для пенто сейчас должен быть на подходе. Потому что у команды Трикет как-никак денег на бой нет. Они будут играть экономически, соответственно. Как думаешь, какой исход этого противостояния при этом из Алтайского края? Я думаю, что будет счет 2-1 вообще в пользу Трикетов. Если честно. Потому что я думаю, что пенто заберут одну карту уж точно. Если не заберут оверпасс, тогда это, в принципе, может закончиться совершенно 2-0. Хотя... Нет, нет, нет. Там, конечно, еще будет пенто. Так что, в принципе, 2-1. Предикшн, скажем так. Правда, уже начало этой встречи. Причем там в начале спрашивают матча в целом. А тут что-то вот при таком счете на оверпассе решили задать вопрос. Ну, конечно, может быть и расчет, что кто-то хочет поставить там на остальные карты. Или просто интерес проснулся в этот момент почему-то. Потому что с самого начала вроде как Трикеты затопили, да? А потом уже пенто начинает возвращаться в игру. Всем поднять счеты за Трикет! Сергей пишет, чтобы поднять... Ну, поднять счеты, поднять немножко хайп, общать, скорее всего. И чтобы датчане додавили своих противников. Хотя болельщики пенто здесь также присутствуют. Так что, я думаю, сейчас... Ну, это как, знаете, как Singularity с LLC были тоже на оверпассе. Там в чате, конечно, дикие вещи творились. Там кто-то огни за LLC зажигал, а кто-то поднимал щиты за Трикет. Ой, за Трикет все уже. За Singularity, конечно же. Так что здесь, не знаю. Здесь щиты, по-моему, вообще у пенто должны быть. У Трикетов, скорее всего, огни. Если уж на то пошло. Но вот такая вот... Такая вот, возможно, какая-то новая мода появится. Противостояние болельщиков в чате. Ну что ж, 23 раунд пока что. 23 раунд. Саня уже погиб под началом. Сильден, правда, достался красным, в принципе. Его забрать можно будет довольно-таки быстро. Но не торопится. Не торопится развивать свои действия. Пока что команда Трикет проходит сейчас, по идее, через позицию Жена. Кого-то здесь забирать должны. Фриз. Да ладно, не прочекал. Прочекал. И в итоге Жен почти дабл здесь смог оформить. Накалил второго игрока. Но большинство вроде как за Трикетами. Однако, что мы всем понимаем, что сейчас один хороший спрей. Это минус трое. На Монстре будут. Видус первый залетел. Минус второй также. Третий нет. Не заходит этот минус. Здесь промах также от Кристалла. Что? Развернулся. Выбросил свое ВП. Я думал, Девайс хотел свапнуть какой-то. Под ним валялся ВМ-ка какая-нибудь. Но нет. Нет. Прома Кристалла. И на сцену заходит... Что? Он попал? Он забрал его, по всей видимости. Хюнн последний остался. Нет, не забрал. Хюнн на Нину вообще заблокался. Какой-то нить игры немножко здесь упустил. Как Хюнн оказался в городном одиночестве. Здесь патронов уже у него не оставалось. Так что, в принципе, если... Сначала же по голове не залетело. Тут ты сам отправляешься, наверное, в гибель. Ну, либо патроны за качество. И это все, в принципе. Ну, либо ты ставишь хэдшот, и, в принципе, выигрываешь раунд. Ну, не выигравишь раунд, а ты остаешься один на один. А, вот этот повтор от ХС, как он два минуса здесь сделал. Ну, вот опять же. Если бы не были красные игроки, скорее всего, эту роль свою сыграла. И там, поскольку первый патрон в голову не прилетел, что-то бы изменилось. Салам из Кыргызстана. Болеем за трикет. Пишет нам Арслан. Твиттер. Твиттер. Что ж, пистолет на руках Худачан сейчас. И, в принципе, выйти на время ничью. Команда Пента готова. На оверпассе. Да, серьезный камбэк. Потому что, напомню, что встреча началась еще там... 11-0. 11-0. И закончилась первая половина, еще там 11-4. Но теперь уже Пента собралась и дает серьезный отпор. Спасибо сопернику. В общем, если смогут забрать оверпасс, вообще можно предположить, что и 2-0 закончится эта карта. Но трикет уж слишком жестко. Вчера затопили. Я не верю, что такой Скотт возможен. Хотя не исключаю этого факта. Скотт Учка. Пока что здесь перекрестный огонь. Забыли совершенно про машину. И в итоге Саня отсюда... Ну, фактически трипл выдал. Тут тиммейт собрал одного противника. Подстраховал Саня. И в итоге... Ну, Саня дабл выдал. Данакш. Нет, не отменяя этого факта, что заход был. Вот Саня, по сути, был в бланде. Вроде как на него посмотрел бомб Керри. Но, тем не менее, информация даже если проскочила. Тут слишком, может, много позиций, которые нужно забирать. Своим грозным зором. 12-12. Время ничья. Если только сейчас есть шансы утригать, переломить ход игры и выйти в лидеры по счету. Зато там денег также не будет слишком много на следующий раунд. Хотя там трик серьезный набирается. Так что, возможно, даже если хорошее количество минусов трики-то сделать, то сделают и порсбай, выход на баллоны. А кристалл здесь сразу же погибает от фриса. Энтрефраг стороны датчан сейчас за последнее время. Это довольно-таки в новинку, скажем так, для них. Ну и затишье. Затишье. Ждут, ждут игроки. Ждут игроки, пока кто-то появится здесь. Никто, самое главное, в коннекторе стоят двое со стороны команды Пент. И вот такая вот тишина, знаете, инфа от тиммейта о том, что там вроде никого нету в андерпассе. Проход дальше здесь. Серьезно он нашел? Боже ж ты мой, ожидал? Как же он жестко ожидал здесь увидеть еще одного игрока. Выход через длину. Минус Сани. И, по-моему, 13-й для трики так и напрашивается сейчас. Хэз последний остается. 1-4. У него лишь флешка имеется. Хотя диффуз кит и второй армор, но, тем не менее, здесь нужно жестко угадывать с Плантом. Хотя их трики на 45 в секунде находятся на Т-спауне вообще. И Хэз сам сейчас будет, скорее всего, в недоумении, куда же этот выход состоится. Потому что вроде как на точке Б никого нету. На точке А сейчас никого нету. И, конечно, в счете, противник окажется на Б-планте. Тут нужно выходить. Нужно пытаться делать максимальные, кажется, минусов, дабы навредить экономике хотя бы соперника. Ведь они раунд сейчас... Если возьмут с максимальными потерями, то потом в случае победы Пенты у трикидов вообще в 0 пойдет экономика. А раунд-то 25 сейчас на счету. Хэз просто сейвит. Хэз просто сейвит. Там, кстати, что вообще по деньгам у Пента сейчас? Там 5 тысяч 7. Там нормально. Ну, раздропами, правда. Вот Инноцен с Женом немножко страдает. Кстати говоря, Саня тут 20 фрагов тем временно стрелял у команды Пента. Раздропами, в принципе, на 2 раунда хватит, я думаю. Ну, на 1,5, не знаю. Раунд выиграют, если еще... Вернее, если раунд проиграет, то следующий пистолет какой-нибудь СЕКО сделают. Всем привет с прекрасного хоккейного города Ярославль. Верю в Пенту, топим за них. Пишут нам в твиттер с Ярославля. И, ну, видимо, Пента соберется рано или поздно. Хотя я не уверен, насколько... Через сколько начнем рано действовать, потому что сейчас СЕРАН проигрывает, проигрывает. А, ну тут, кстати говоря, проблема огромная в том, заключается, что... Ого-го, привет из мрачного Коврова. Топ-комментатор, ого, там, я не знаю, там завод какой-то, что ли, или что это такое за здание серьезное, промышленное. Какой-то прям, не знаю, совсем уж мрачный городок. Ну что ж, 12-13. Если там еще, кстати, дымы, наверное, напустить, возможно, как в Сайлент-Хиле, знаете, будет смотреться подобные виды. Ладно, это немножко не по той теме. У нас, тем временем, 26 раунд, 26 раунд, 12-13 счетов. Зажим КС на монстре, нет, все-таки он здесь погибает, и... И что ж, проход дальше, проход дальше на точку Б. Правда, сами своему счастью здесь не верят, потому что никого совершенно нет в холпе. Тем не менее, здесь уже перестрелка с болотом, под флешку уже выпад. На противник, но здесь два строла уже готовы встречать перекрестом. Огнем его, поэтому дальше не лезет Жен. Минимо, понимая этот фактор. Минимо, понимая этот фактор, и... 4-5, иноцент собирается все-таки осиленно. И стал... Так, и он дадут выход пимпа на болото, да ладно, только лишь один минус уформляет. Еще и минус. Залетает сейчас по буру, да ладно, неужели, сейчас все-таки 13-13 станет счет. Смог положили. Минус... Минус по Жену. Минус по Жену. Теперь знают, где находится последний игрок. Попытка дифьюза сейчас будет. Забрали. Забрали все фриз, и бомба будет раздифьюжена, или... Да, 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 да. Но это расхватило. Это расхватило, хотя риск был велик, на самом деле. Потому что проиграет 13-13. Трикидый раунд проиграли, но тем не менее тут 7-100, а что пимпа имеется довольно-таки серьезно. Видимо, он настрелял фраг с игрой, 24 у него всего. Их является вообще как топ по фраг стату на этой карте среди всех игроков. Но 13-13 эти команды теперь идут довольно-таки ровно, бок о бок. Проблема в том, что 27-й раунд, и когда экономика у одной и другой команды закончится, она закончится рано или поздно. Потому что если возьмем вот команду раунд, а то и второй, и сверху одна из двух, соответственно, то противоположный будет просто-напросто... Ну, не будет денег совершенно на то, чтобы сыграть последний решающий раунд для себя. На то, чтобы отыграться. Ну что, пока что занятие коннектора, выход на центр. Там контроль поджима отосилена. Под точкой B. Вруб здесь все, в принципе, проверил. Ничего здесь нету. Правда, серьезное количество молотов по всей днести подгорело. Потому что слишком много отметин от Гарри. Ого, флешка такая серьезная. Металл, когда двух углов, правда, прилетает. Но тем не менее, в принципе... Не знаю, я бы, наверное, отвернулся все-таки, услышав такой звук. С той позиции сэндвича. Да, не таки близко, потому что это было бы... Слышно. Да и видно, в принципе, когда с коннектором... Ой-ой-ой, флешка. Не совсем понял, от кого он и прилетел. Но, скорее всего, от кого-то от Кристалла. Я рискну предположить. Но тиммейта-то слепило, хотя больше соперников по большому счету. Так, Кристалл, минус Хюнден. Троем уже остаются три киды. Троица вся эта... Нет, двое банан, все-таки один длина. Причем, остается максимально против АВП выбрана. Хотя, вот Инноцент минус длина. Здесь Кристалл промахивает, конечно. Там красный остается... Оставался игрок. Боруб последний 1-3. И здесь красного Инноцента он все-таки добрал. 2 в 1. Есть еще шанс на то, чтобы потащить. Но здесь в холпе находится противник. И вот его здесь, наверное, увидите он. Боруб не ожидал. 14-13, друзья. 14-13. Пента все-таки не отпускает своего соперника. Держит, скажем так, в дежурных рукавицах. И при этом, кстати говоря, там денег не совсем нет. Не совсем есть деньги. Поэтому... Что? Пистолет на Эковых на допы пытаются сделать датчане. Тюмень плюс киберспорт равняется Тюмень киберспортивным. Мне кажется, так можно судить по такой логике про любой абсолютно город. Если там... Представить плюс киберспорт, то будет киберспортивный город. Думаю, это вполне логично было бы. Ну что ж, у нас пистолеты в руках у Трикеда сейчас. И... 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 Иноцент. Иноцент, нет, все-таки погибает. Здесь осилин. Дал свой минус с Глака, забрал Кольт. Может, нет, все-таки там патронов нету. Нет патронов был. Подобрал девайс в надежде того, что там все-таки будет что-то внутри, что-то в рожке. Но нет, не оказалось. Иноцент, кстати говоря, выдал квадрокилл по итогу предыдущего раунда. Но это 15-13. И для Пента это маппоинт. Для Пента это маппоинт. И деньги есть на то, чтобы сыграть еще и следующий раунд. Привет из деревенского города Чусовой. Молюсь за Пенту. Респект комметатору. Спасибо большое. Кстати говоря, я вижу только лишь полтора здания там. И все усеяно огромными деревьями. Надеюсь, что у вас там все, в принципе, неплохо развито. Потому что, в целом, когда ты выходишь из страны на улицу. И 29-й раунд, дорогие друзья. 29-й раунд. Попытка все-таки триггеров сейчас продавить по зубе. И фриз со сильным статусом 2 в 4. Там, кстати, шутка зашла сейчас про деревню Скрытого Листа сейчас. Про ту фотографию. Из-за которой... Ну, про последний твит. Потому что там действительно зданий не видно. И в итоге все деревья покрывают весь город. Можно было бы военный городок, кстати, так организовывать. Может быть, он и есть военный городок. Военный поселок. Военные поселки вообще бывают. Я знаю, есть военные городки, а поселки не в курсе. Хм. Почему бы и нет? Ладно. У нас 25-й раунд. Тем временем у нас погибает Ассилин. Фриз последний день в 4. Скорее всего, все-таки... Раунд здесь он не потащит. Ой-ой-ой. Какая голова-то жесткая залетает. Сейчас по Жену. После этой флешки, казалось бы, Фриз должен был погибать. Но в итоге жесткий преф на уровне хэдшота. И он свой минус здесь выдал. И на цент прячется на бочке до последнего. Но Фриз, по-моему, да. Забывают про него. 16-13. 16-13. Оборачиваться поздно. И в итоге погибает тот. Что ж, дорогие друзья. У нас впереди карта ДК. Шпик команды Пента. Пента все-таки дала серьезный камбэк. Собравшись после первой половины. И забрала пик соперника. Так что, может быть, все-таки эта встреча закончится со счетом 2-0. Но я отдавал свое предпочтение экстрикет со счетом 2-1. Но посмотрим все-таки, как же будет проходить событие дальше. Хочу напомнить лишь вам то, что у вас есть замечательная возможность, которую дарит сайт kssport.com, сделать ставку скином на грядущие матчи этого чемпионата. И не только. В принципе, все актуальные матчи там имеются. На этом сайте можно делать ставки скинами. Также и обмениваться. Так что, пользуйтесь замечательно этой платформой. И, кстати говоря, завтра у нас еще и день Пента будет. Но об этом поговорим попозже. Пока что уходим на небольшую рекламную музыкальную паузу. Увидимся на карте TheCash.